Сегодня в нашей студии Константин Брагинский, заведующий первым хирургическим отделением Виндовской районной клинической больницы. Поговорим о диабетической стопе, гнойных ранах и их лечении. Здравствуйте, Константин Олегович. Здравствуйте. При сахарном диабете часто развивается такая патология, как диабетическая стопа. Как это проявляется? Это нарушение питания крови за счет нарушения проницаемости стенок сосуда, а также за счет атеросклеротических отложений просто нарушается кровоток. Нарушается в первую очередь чувствительность за счет отсутствия достаточного количества питательных веществ к нервной ткани. Появляются боли при ходьбе, боли в покое, в нижних конечностях, в икрах. В том числе начинают ноги мерзнуть. Появляется бледность кожных покровов. Нарушение чувствительности, то есть у нас снижается чувствительность, мы можем не ощутить боль. И это представляет собой огромную опасность. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, как же все-таки избежать последствий, избежать гнойных ран при сахарном диабете. Что нужно делать? Человек должен придерживаться некоторых правил. В первую очередь больной с диабетом, особенно с длительным стажем, должен проводить ежедневный осмотр своих стоп, конечностей, проверять на наличие сухостей, трещин, мозолей, потертостей каких-то. Особенно это касается людей, у которых уже идет снижение чувствительности. Обязательно туалет кожных покровов, конечностей ежедневно, с теплой водой, не превышающей 37 градусов. Правильно подобрана обувь. Обувь должна быть мягкая, качественная, из мягкой кожи, с толстой, желательно жесткой подошвой. Обувь желательно подбирать где-то на размер побольше, чтобы была свобода конечностей, чтобы она не давила на ногу, чтобы, соответственно, избежать появления мозолевости, мозолей. Больной также должен своевременно оказать себе помощь. То есть, если он увидел какие-то потертости, какие-то раны, он должен обработать рану водными растворами антисептика, водный раствор холлогисидина, бетадин, наложить повязку, ну и, соответственно, обратиться в дальнейшем уже в медицинское учреждение. Избегать сидеть нога на ногу по той простой причине, что когда мы сидим, у нас кровоток нарушается, естественно. Понимать, что у нас на фоне того, что у нас снижается чувство изнесконечности, мы можем просто не заметить развитие каких-то уже процессов, которые могут быть запущены и, собственно говоря, вовремя оборотить на это внимание. Собедать гигиену, следить за сахаром, осмотр. Осмотр ежедневно, да. И вовремя, если все-таки у нас что-то появилось, вовремя себе помочь. И прийти к врачу. И прийти к врачу, естественно. Чем быстрее и раньше мы придем к врачу, тем больше, точнее, меньше последствий у нас может быть в дальнейшем, в будущем. Спасибо вам большое за увлекательную беседу. Ну а я напоминаю, что в гостях у нас был заведующий первым хирургическим отделением Виновской районной клинической больницы Константин Брагинский.